Табун возвращается с пастбища. Красиво бегут. Был очень сильный ветер. Жасминка. А наутро у нас появился малыш. Кобыла Жуза жеребилась. Родила саврасого жеребчика. Вроде бы жеребчик. Да? Красавчик. Нет, кобылка. Саврасая кобылка. Звездочка во лбу. Кобыла Жуза. Сейчас мы погоним табун на дальний выпас. Потихоньку. Я сегодня на малыше. Кобылу майку заседлал. Она с седлом. Яркан по земле. Она уже пошла. Удалось оставить кобылу Жузу с жеребенком в загоне. Я сегодня один тут. Так будет лучше. Он еще маленький. А завтра уже можно будет ему идти в поле. Такие дела у нас. Кобыла принимает его. Все нормально. Первый раз ожеребилась. Между прочим, ей 3 или даже уже 4 года переходила. Обычно кобылы впервые жеребятся в 3 года. Но это тоже нормально. Кобыла Бразилька и Амазонка. Малыш застоялся. Неделю постоял. Без работы. Сегодня у нас мороз. Минус 10. С утра. Сейчас надо кобылу повернуть. А куда? У нас задача сегодня уйти на зимнее пастбище. Надо пройти вокруг села. И только потом дядь Валера поймает кобылу. А я поеду домой. Хоу-хоу! Панама. Рыжая матросиха. Прохладная погода. Кучно пасутся. Не разбегаются. Малыш тоже зеленую травку кушает. Так, где Ди Валера пришел, поймал Майку. Сейчас запрыгнет в седло. Надо ему будет сказать, какие у нас на сегодня планы. В общем, я думаю оставить табу на ночь в поле. Так как они по тому пастбище немножко соскучились, думаю, что попасутся. Жеребенок Сакура. Кобыла Словения. Сейчас Сакура подошла к Донской кобыле Аврори. Это ударило ее по голове прям. Есть у них такое. Типа, ты не моя. На тебе, бух. все, дядя Валера на коне. Дядя Валера, здорово! Здорово, здорово! Как по 8. Да ничего, нормально. Кобыла ожеребилась. Да ну. Да. В загоне оставил. Молодая, желтая. А, ну-ну-ну, я вчера смотрел, она вымина набирала. Жуза. Савраска. Жуза девочку родила. Тоже девочка? Да. Такая саврасая масть. Тоже саврасая. Ну, только не желтая, а такая вот. Типа, как мышастая. так. Ну, все, потихоньку. Теперь я поеду домой и до вечера. А вечером я, наверное, в ночь пешком останусь. Ну, как, дядю Валеру, допустим, в 9 вечера домой заберем. Это, я так думаю, может, так получится. Потом опять уеду к лошадям на машине и просижу с ними где-то до пол первого часа ночи. И уже домой поеду. А рано утром на рассвете мы планируем опять приехать в поле и продолжать поезду. Что, может быть, за это время они не разбегутся далеко. Хочется их напасти, чтобы они побыстрее выпрыгались. Еще зеленой травы толком нету. О, работает! Что, ничего не побежало? Нет, ничего. заменили гидрораспределитель. В прошлом году мы мучились вообще. У нас навеска отпускалась постоянно. Сделали с обраткой. Сейчас подождем, посмотрим, будет греться, нет? Готовимся ехать на закрытие влаги. Ну, с первого раза поставили, ничего не побежало. Работает. Посмотрим, навеска отпустится, нет? Новый распределитель. вечер. Впервые заседлал черного принца. вроде нормально. Вроде нормально. Спокойно сел и поехал. ничего не пугается. Ничего не пугается. Переключался на рысь пару раз. в общем, будем загонять в загон. Опять нашелся жеребенок, который годовичок приболел, подозрение на клещевую инфекцию. необходимо, как можно скорее поставить нужное лекарство. лекарство. Снова у кабулки паночки заносит задок. Будем ставить ей лекарство. видимо не долечили до конца. Да, да, вижу. Вон она там стоит в серединке рыженькая. Какие? Суставы? Да нет, вроде суставы нормальные. Ну, это подозрение на клещ. Клещ укусил скорее всего. Годовала кобылка атабаско тоже немножко вызывает какие-то намеки на на клеща может быть клещ вкусил может мне кажется. ну, так неплохо. Даже галопом немножко тут поскакал поворачивал уже около часа два наверно пасу. сильно я скакать не могу я в общем на малыше десять дней назад проезжал мимо железного забора и повыше подскользнулся и в общем я в этот забор очень сильно ушиб ногу. Сейчас я не могу получается скакать у меня начинает болеть нога очень сильно. Поэтому я его держу вот так в принципе все нормально. Для новичка свежего коня неплохо. К какому? С целый банк. А? Черный принц заржал даже немножко как как жеребец. Ага. Молоденький жеребец. да-да-пускай потихоньку бегут. А то тут котлован. было раз кобыла ожеребилась в поле и с маленьким жеребенком через этот котлован. А он весной глубокий. Ну по брюху лошади. И вот жеребенок прошел прям через весь котлован. Можно сказать проплыл. пить пить захотели. Там вообще-то везде водопоев хватает. Лужи кое-где есть. грачи наделали гнезд на деревьях. Вот как культурно уложен навоз. Вот так. Они думают, что в загоне овес насыпан. Вот и бегут. Но их ждет разочарование. Дед Влера боится черного принца. Ух ты! Такой хороший полуголом. Мягкий. Рысью идет мягко. А вот когда рысцой жестковато. вот уже полужался у нас засуха. Уже пыль стоит. Хо-хоу! не знаю получится видео наверное тряска а вот паночка бежит сейчас мы и поставим хо-хоу! 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 Пыль, пыль поднимается. И по прогнозу дождей нет. Батя встречает, там у нас стоит кобыла Жуза и жеребенок по кличке Жень-Шень. Да, у нас такие получились в этом году. Клички Сакура от Словении, Ландыш от Ласточки номер 2 и Жень-Шень. Жень-Шень переводится как Жуй-Сам. Так, заедем, сейчас посмотрим на жеребенка. Так, в бак мы насыпали обычной столовой поваренной соли. Она лошадкам необходима. Так, где же наш жеребенок по кличке Жень-Шень? Сейчас мы подъедем.